Всем приветики! Начинаем новый влог, что я сейчас сделала. Я сейчас смотрела, что интересного можно посетить в нашем городе, какие места. У нас есть зоосад, который находится немного за городом. И там есть сафари, такой паровозик, который катается, ну я не знаю, вот такая железная дорога, она там касится, и там разные животные. Там и зубры есть, и все. Ну, в общем, я не помню, какие животные там есть. Я там была несколько лет назад. Ну, вот Саша у нас уже подрос, и можно было бы его туда свозить. Я смотрела, какие билеты. Слушайте, настолько все дорого. Для взрослого вход 9 рублей. Для детей уже от 3 до 14 лет считаются дети, до 3 лет бесплатно. На 3 до 14 лет 6 рублей. Ну, дороговато, если честно. И покататься вот на этом паровозике, на сафари, на этом тоже там 8 рублей для взрослого и 6 рублей для ребенка. Как бы, ну так вот, существенно. Я помню, раньше это вообще были копейки, лишь бы туда добраться и все. Ну, там, конечно, есть на что посмотреть, там какие-то животные походить. Это огромная территория, там и парки какие-то есть. Ну, интересно, в общем. Поэтому, я не знаю, выберемся мы туда или не выберемся, но мысль такая есть. Вот такая вот у нас сегодня погода. Дождь стоит стеной, ливень. Ну, я знаю, тут, наверное, не особо видно. Вот текут такие вот рейки, где машины стоят. Видно, что вот, короче, веселуха полная. В общем, пришли мы с магазина. Давно я не делала закупку продуктов, обзор продуктов. Значит, делаю сейчас. Что мы купили? Вот за все за это мы заплатили где-то 60 рублей. Значит, сметана. Ну, такая большая банка. Потом очень мне нравится вот такая вот штука. Это такой крем творожный с изюмом. Очень вкусно. Наш белорусский, ну, 2 рубля, по-моему, стоит. Мое любимое мороженое. Тут полкилограмма крем-брюле 6 рублей это стоит. Фанта виноградная. Тоже очень ее люблю. Вот это сочетание мороженое и залить фанты. Слушайте, это реально, это очень вкусно. Так, ну, вот это всегда покупаем. Такой чай. Ромашка с мелиссой. Рубль стоит что-то дешевенькое мороженое. Ну, как дешевенькое, до рубля. Мама его любит. Сыр. Макфа, макароны. 2. Значит, 1 упаковка рубль 89 стоила. Что называется, повезло. Купили такой вот фарш домашний по 1,50. 8 пища тут за 750 грамм. Ну, такой хороший фарш. Говязина присутствует. В общем, купили картошку. Картошка наша, не белорусская, точнее наша, говорю. Египетская картошка по 3, там, с чем-то за килограмм. Потому что нашей белорусской картошки еще как-то нет. Приходится нам из Беларуси покупать картошку египетскую. Ну, кстати, мы редко покупаем, потому что это действительно дорого. Вот такой вот творог купили. Он просто, ну, реально протекает. Поэтому пришлось его упаковать в несколько пакетиков таких вот. Зерненый творог вкусный. Грибы купили, шампиньоны. Детское молоко всегда покупаю. Там Саша делаю кашу на детском молоке. И купила такой вот биолакт голубик. Ну, это типа детского кефира. Батон. И что еще купила? Купила еще вот такой вот попкорн. Мне очень нравится. Карамельный. Он у нас улетает, конечно. Никита сразу себе там норку утаскивает. Я люблю тоже это дело, в общем. Саша любит. Казинаки тоже такие купила. Ну, еще и бананы я уже положила. А, и кроме бананов еще 2 грейпфрута. Вот, 3 бананчика еще купила. И 2 таких грейпфрута. Они достаточно дешевые. Получается у нас по 2 рубля за килограмм. То есть, ну, такие хорошие тоже грейпфруты. И вот за все за это 60 рублей. Нас заливает второй день. Причем вот такой вот ливень. Это вообще вот. Все с еще одной за капель не видно. Но вот просто где-то 15 градусов. И все заливает. Вот ливни такие. Вот такой вот вкусненький у меня сегодня обед. Рис политой сметаны. Тевтелька. Салатик. Тут капуста. Огурчики и помидорчики. Грибочки. И обязательно кусочек сыра. Всем приятного аппетита. Вот у нас такая дурацкая погода. Два дня, что просто идет дождь. Стеной. Вот два дня, прям как в Питере льет. И поэтому мы решили, вот Костя пришел с работы. Оставляем с ним Сашу. С мамой, с Никитой поедем в магазин Светофор. В дальнем. Мы там еще ни разу не были. Я поснимаю, выпущу отдельное видео. Какие товары продаются в Светофоре. И что, сколько стоит. Я в своем любимом летнем костюмчике. Вот такой вот он. Дождик идет. Приходится брать зонт. Ну, в общем, ладно. Едем в магазин Светофор. Ну, вот приехали мы к магазину Светофору. Вон он там виднеется. Но нам надо как-то перейти дорогу. И, в общем, мы идем к переходу. Какие-то такие районы города своего, где я никогда не была. Нет, может была когда-то, но очень давно. И понятия не имея, где здесь что-то. Мы, честно говоря, когда сюда смотрели, где этот магазин находится, мы по карте смотрели. Потому что, ну, с другой стороны, если мы здесь не бываем, ну, нет такой необходимости. Почему мы должны знать. Поэтому, опс, надо переходить через дорогу. Отключаюсь. Новые дома какие-то тут. Новый район какой-то. Что, интересно даже посмотреть, да? Даже на новые дома почему бы нет. Нет, здесь жить, конечно, не хотелось бы. Потому что дома, дома, дома. Это называется спальные районы. Ну, да, это панельки или блоки. Панельки сделаны. А вот и магазин светофора. Зато у них светофор под боком. Ходи, не хочу. А мы должны тут плутать и, понимаешь ли, искать. Мы бы и не плутали, конечно. Да, так сразу раз. И здесь. Не дал нам дождь, дойти до светофора. Вон, все под зонтиками. Я, кстати, тоже. О, капюш. В общем, покупки из светофора. Купили мы, вот что это такое у нас тут. Лимонная кислота. Купили покупок, на самом деле, немного. Потому что, ну, мне не понравился этот магазин. Вот такой вот замороженный десерт шоколада. Ну, типа мороженого. Там полкилограмма. Он стоил там чуть меньше, чем 4 рубля. 3,80, по-моему. Купили такой вот мармелад. Мармелад наш, белорусский. Нормальная цена. Чуть меньше 4 рублей тоже. Вот такие тоже наши белорусские. Видимо, хлопья кукурузные. Дальше. Мороженое пару пачек. Тоже там это было дешево. Такое вот пирожное белорусское, белорусское. Ну, вот это вот купила. Помазка такая. Дрожжи. Салфетки. И губки, что называется. Вот. И все покупки из магазина Светофор. Потом мы зашли в Бэкхаус. И купили вот такие вот пирожные. Это наше кафе. Там пирожные, тортики собственного производства. Называется Спартак. Вот за эти 3 кусочка мы отдали 11 рублей. Ну, и также купили детям такие вот. Это мешочки с ветчиной и сыром. Ну, это из Бэкхауса. А вот это все остальное из Светофора.